Добрый день! Седьмой Всемирный Конгресс Оленеводов проходит сейчас в Белокурихе. В самом разгаре деловая часть. Участники собрались на специальной конференции, где обсуждают наиболее перспективные векторы развития пантового оленеводства во всем мире. А также прямое значение имеет эта конференция и для нашего региона о том, какой узнаем от одного из руководителей наших местных хозяйств. Это Владимира Журанкова. Владимир Тимофеевич, добрый день! В первую очередь, расскажите, пожалуйста, ваши цели и задачи, с которой вы прибыли на эту конференцию. Цель это, чтобы познакомиться с тем, что приехали из-за границы. Очень много поставщиков, производителей, которые могут переставаться в нашем районе, нашим хозяйствам о том, чтобы потом совместно как-то решать вопросы и про продукцию непосредственно посылать не только к ним, а чтобы они у нас занимались также переработкой и производством данной продукции. Владимир Тимофеевич, у вас район-то какой? Вы не поминули. Мы, наше хозяйство, находится в Алтайском районе, в Алтайской крае. Где-то наше хозяйство создано где-то 17 лет назад. Мы начинали с нуля. У нас не было ничего, только одно здание и все. Не было ни дорог, ни электричества, ничего. Мы за 17 лет создали хозяйство где-то моралов около 2 тысяч голов. Где-то рогачей у нас в пределах около 700 голов. Конечно, мы каждый год непосредственно, чтобы у нас было хорошее племя, мы каждый год закупаем племяных хозяйств не только Алтайского края, но и город Алтай, хороших моралят по 50, по 60, по 40 штук. И непосредственно кровь обновляется, и здесь хорошее получается племя. Именно где-то 5 лет назад наш хозяйство стало племяным хозяйством, которое мы также можем продавать хорошие моралят в другие хозяйства или обменивать. А то есть вы именно продаете моралов, да? А производите какую-нибудь продукцию или нет? Мы производим в многом продукции. У нас имеется свой цех по переработке, по этой продукции. У нас имеются свои хорошие станки. Я полетал вот в Корею, посмотрели, как там. И вот то, что вот этот конгресс нас сблизит лучше. И непосредственно мы уже будет их интерес, и наш интерес о том, чтобы совместно то, что мы производим, это для населения, чтобы озараривать население не только нашего края, и оба области, но и всей России и остальных. А вот последний вопрос. Смотрите, есть ли у вашего хозяйства какие-то трудности, и поможет, если есть эти трудности, вот этот конгресс их решить? Я считаю, трудности всегда есть. Но мы решаем здесь, если будут какие-то непосредственные трудности, мы решаем с администрацией края, администрацией нашего района. Ясно. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Кирилл, у меня пока на этом все. Передаю вам слово.